а сейчас вы узнаете какой из этих двух виски лучше и друзья мы приветствуем вас на канале не детские забавы и сегодня у нас долгожданное продолжение так сказать сравнение 12-летних бланда пожарованных до виски из самых популярных из тех которые вы можете в принципе не затрудняясь найти в магазинах нашей страны и сегодня у нас так сказать два пока что аутсайдера вот и соответственно сейчас мы сравним этих двух проигравших посмотрим кто из них окажется лучше но при этом хочется сказать все-таки когда мы сравнивали допустим тот же самый чего с black label ну опять-таки на мой взгляд это более конкурентно было нежели например мы сравнили дюрс с хэнки я буду опять еще раз как я люблю говорить приятно удивлен если вдруг черная лошадка выйдет вперед плейлист по всем этим роликам есть у нас на канале сейчас наверное вас на экране всплыла всплывашка также оставим ссылочку в описании к ролику я вам всем советую настоятельно не останавливаться ни в коем случае на этом ролике а посмотрите все чтобы сложить именно полное на кого-то не знаю впечатление полное понимание о том кто как где себя проявил чтобы картина была полной необходимо смотреть весь наш курс лекции а 12 летних блендах еще господа поехали что же господа напитки налитые как обычно самое честное слепое сравнение мы не знаем кто есть кто ну давай пока напитки дышат поговорим маленько бутылочку в очередной раз вот если сравнить чтобы ты не предвзято схватил бы с полки конечно же конечно же я бы схватил бы чивос чивос я как в прошлый раз говорил он просто орёт орёт какой-то не знаешь богатой жизнью орёт такой знаешь элитарностью своей вот его бутылочка такая какая-то иначе не знаю французскую какую-то тему мне почему она напоминает именно больше коньячно конечно но она выглядит как бы более не знаю круто более именно богаче сама по себе опять-таки золотистая все серебристая красная причем ты сейчас тоже так вот рассуждаешь еще с точки зрения так сказать потребителя который знает они давай мы возьмем человека в вакууме который вообще не в курсе за то что такое чивос и там вообще за бренды вот просто приходит и вот ну блин все равно на мой взгляд красивее чего если честно так вот и себе не знал мне больше по вкусным даже хэнки и в чивосе чем я все-таки бесит это его пластиковая вот эта пробка но опять ты же не знаешь с новой покупки что там пластиковая пробка это ты уже узнал как человек знаешь согласен вот а в плане именно не знаю вот самого бренда как вот он преподнесен он даже хэнки беннистер чивос начался как звучит круче чем хэнки беннистер вот так вот и хэнки беннистер как-то если непонятно было если бросить так скажем бэкграунд то я бы искал чивос звучит красивее чем на 5 на его меня может придет и какая-то играет придет но не знаю помнят акте вас более такой выглядит более элитарно нежели хэнки беннистер хэнки беннистер он такой более знаешь сдержан греча него сдержан такой да англичанин а чивосом больше напоминает что-то ковбоя американца который много бабла так давай чё там кому чё купить давай вот это возьмем почему-то мне напоминает именно богатого американского боя который там и французский коньяк у тебя как-то все смешалось ну да не ну коньяк именно больше по форме вот это вот французская конечная бутылка такая кругленькая пузатая то есть такое надеюсь зрители тоже ну напишите в комментариях как вы считаете вот именно по внешнему внешнему да внешним признакам есть отбросить весь бэкграунд чтобы больше понравилось вот стоя на прилавке в магазине а вообще вот в целом так скажем по твоим впечатлениям которые были до то есть мы же уже это попробую и это по словам не ну так я могу сказать что когда было сравнение с чивосом как-то эмоций был как-то побольше хэнки как-то я от него ждал больше знаешь как вот как ты ждешь от темной лошадки что там скрыт такой знаешь вот должно было стрельнуть но к сожалению вот с дюрсом когда был обзор я вот этого момента как-то не не сознал не понял где-то не уловил не было может быть мы поймем сегодня может быть может быть я на это надеюсь кстати критерии сравнения как всегда простые аромат вкус и не будем затягивать перейдем согласен к самому интересному аромат представитель номер один неизвестный для нас но известны для вас как надо правильно сначала значит мы от всех где-то очень далеко от подбородка от губ с пола ну очень приятно от подбородка то есть даже подбородка довольно таки насыщенный выраженный аромат во первых хороший хороший вискарный аромат ну целом что хочу сказать во первых очень такой хороший насыщенный вискарный аромат как было сказано при этом абсолютно не спиртуозно если кому что легкий намек совсем но это лишь намек никаких знаешь раздражений слизистый там чтобы но в нос что-то пощипывал или хотелось бы убрать гола такой не было спиртуозности на минималка абсолютно солодовая тема здесь явно не выпирает больше именно каких-то вот фруктовых каких-то грушовых яблочных мне показалось деревяшка очень такая сглаженная зрелая при этом не жесткая такая знаешь какой-то даже возможно сладостью сладость отдает вот она как-то сливается вместе сладостью фруктовой как будто даже дерево такое слиганца фруктовая довольно приятный это кислая груша аромат довольно сладкий абсолютно не спиртуозный очень такой приятный дюшесный ароматит такая кисло-сладкая вот это груша как дерево потом дерево очень такое так скажем нейтрально и практически мимолетный мне даже показалось какого-то дерево какой-то вот именно фруктовые что ли она она именно дерево которое даже сладостью какой-то что ли вот именно на аромате он такой очень так сказать тоненько мимолетный абсолютно ненавидчивый свежий аромат довольно-таки то есть соглашусь в этом в целом очень я считаю сбалансированный приятный но маленько не хватает кого-то солодовости для как бы 12-летнего я думал что будет чуток поболее может быть но с тем не менее пока тем более что вот так если задуматься то я давненько так скажем не прикладывался ты в принципе очень даже на уровне согласен согласен ну да приступим представитель номер два и так подмородка в принципе ощущается аромат но тонковато ну спиртозность опять отмечу что очень очень низкая ее практически не ощущаешь ну это очень в принципе схожий по профилю даже мне показалось здесь больше не грушевая вот именно какой-то может яблоко может что-то такое знаешь цветущий какой-то вот яблочный сад что ли не совсем яблоко вот именно как этот такой весенний яблочный сад что-то такое более цветочное как по мне более кондитерский более такой конфетный более такой знаешь возможно какой-то кальяный табак до того как его закурили то есть вот сам кальян табаку он сладкий очень давно тоже есть такая сладость это мне показалось какая-то значит цветочная ну не поливая но послаще да но я говорю вот не вот больше сравнение именно какая-то вот яблочная не знаю какой-то писали яблочный сад который вот зацвел вот что-то такое напоминает в принципе первого но здесь больше слаще скажем так не рукой чуть меньше дерево мне кажется возможно там хоть какую-то нового огранку давала дерево более жестко здесь контрасте в принципе да очень похожи в первом если что дерево чуть побольше и пера чуть покислее кого-то более тонкий даже ну в целом есть такая вероятность более насыщенный смотри в целом не скажу что я особо впечатлен сейчас ну в целом неплохо довольно таки приятно единственное показалось как будто не хватило какой-то насыщенности что ли все-таки как бы это выдержанные бленды и знаешь очень все близко разнести их тоже очень сложно я считаю что все таки ну так как первый был более насыщенный но приглянулся больше а второй он какой-то слабенький очень поэтому представитель номер один на первом месте а представитель номер два на втором могу с тобой только согласиться в этом моменте изначально когда вот я попробовал второй мне показалось что он будет лидировать но потом вот на контрасте сравнить все-таки первый чуть-чуть поинтереснее ну прям чуть-чуть есть только для действительно там на какие-то доли скажем так но тем не менее на первом месте 2 соответственно на втором с ароматом и так или иначе разобрались приступим к вкусу представитель номер один пробуем его на вкус весьма неплохо скажу так не шикарно но неплохо на маленький глоток что могу сказать в целом пощипывания нет спиртозности как такое не ощущаю вот здесь уже солод я принципе о вкусе почувствовал не скажу что прямо вот вот столько но скажем так достаточно для бленда на я так считаю дерево хорош на улике ощутил и намек скорее на какую-то вот именно грушу грушеву темная мне показалось опять это больше было похоже на намек то есть не скажу что это сладкий вкус слегонца возможно сладковат на послевкусие лёгкофруктовая уже даже возможно больше яблочная давай глоток побольше ну и поинтересно по насыщеннее стало ну что могу сказать на первый глоток было так что сладость на языке легкая потом при сглатывании все это дело давала такую деревянную горчинку именно не сказать что очень старое дерево но не молодой такой среднего возраста большой глоток уже появились какие-то ноты легких таких фруктов каких таких не особо выраженных но вот именно самое такое что отчетливое это легкая сладость и деревянная тема причем она как бы до сих пор и на щеках и везде остается дерево здесь основное это так скажу мне показалось здесь уже даже подсушена такая груша больше не реально вот именно подсушена на послевкусие возможно можно какую-то интерпретацию дать каким-то цикрусом еще мне кажется больше яблочная бывает такого зимняя покупаешь магните которая слабый вкус у которого что-то такое знаешь вот легкая кислинка но вроде кушаешь а вкуса мало и здесь вот только это вкус не хватает как будто на мой взгляд то есть все кроме дерева слабовато дерево хорошее смоем смоем ну смоем приступим представитель номер два гораздо лучше очень насыщенно интересный очень многостороннюю как неудивительно первое что я ощутил это солоноватость какая-то легкая такая знаешь вот вот именно навеяло какое-то море что я не знаю какой-то морской бриз вот этот соленый хоть я его никогда и не ощущал но навеяло очень такой вкусный очень приятный здесь интересный контраст получился не совсем сладкий вкус а но при этом он такой знаешь вот отдает какой-то даже мне показалось маленькой даже в вяленой темы чуть-чуть слегка вот даже какая-то ну не совсем дым но вот именно что-то как вяленые груши что-то какой-то тоже вот такого темы и на вкусе тоже солоноватая тема на продублировалось на мой взгляд довольно таки хорошее дерево тоже ну при этом она не выпирала а было как сказать в принципе в купе вместе но очень не учтил вот эту горчинку саму по себе а после вкуса я честно говоря пока она не разобрался очень напомнил мне первое представитель единственное что дерево гораздо меньше от этой горечи то есть она уменьшилась и она стала же так сказать может поблагороднее может просто полегче дерево плюс вот сначала опять таки вот соль которую ты сказал я поймал себя на этом только после того как ты озвучил то есть до этого у меня не было таких ассоциация да потом ты сказал вроде ну пройдача такой был 5 таки фруктики и здесь уже какая-то сливочность слегка присутствует как будто на вкусе а какие фруктики ну опять таки как в первом это какие-то грушево яблочные темы свежие да больше свежие мне показалось кого-то наоборот реально и там какая-то но там сухофрукты потому что наверно сухофруктах не так явно выражен вкус наверное не знаешь маленько уже такие кого-то подсохли потеряли вкус как бы такое фрукты по идее на вкус они наоборот очень сладкий на аромат не такие так сказать сочные смотри какой яблоко наверное было их ну так сказать раскусываешь они надо пустилу возьми ну тоже пустилата да пустила сладкая а вот это же сухофрукты у меня знаешь такие сухофрукты которые вот уже пролежали всю зиму наверх отдали все что могли отдать то есть уже все выветрилось и вот ты кусаешь ручок жуешь а какой-то вкус вот только прослежится вдалеке по идее я не знаю почему для таких ассоциаций но любой сухофрукт вот возьми изюм виноград не это туда а это именно яблоки и груши в воду потерял также яблоко с груши вот они в воду потеряли сахар концентрированный остался у меня почему-то ассоциация с детством вот я помню у нас был такой мешок так сказать я сам сушил эти яблоки на ниточку все растягивал сушил и вот в начале сезона так скажем зимнего они такие вкусные сладкие а вот уже под конец они живешь вкуса осталось вот . то есть возможно я просто не доживали бабушка этим занималась был тоже такой мешок я сел на балконе зато из марли на на яссо бэш на такого занырива на раз сладости нашего детства так сказать ну что ж тогда глоток побольше да действительно искать солноватости теперь знаешь я могу сказать что это как какой-то яблочный грушевой пирог больше потому что там тесто все равно чуть подсоленными вот есть что такое вот в этом то есть не это не море это вот именно подсоленные возможны тесто яблочного яблочного грушевого пирога какого-то возможно шарлотки какой-то не знаю хорош дерево такое абсолютно легкое абсолютно ненавязчивое ну то есть а мне ощущение опять-таки присутствует отдает какой-то терпкостью хорошо так ну вот от дерева есть терпкость но она абсолютно не этот не выпирает не горлодер а вот именно приятная терпкость на языке легко по даже ну по газу так сказать вяжется до конца ну и вот теперь я больше ощутил именно фруктовой темы и она довольно таки кстати очень хорошо выражена если на маленький глоток это было ну как-то вот мне показалось больше на фоне но теперь четко о вкусе замечательно знаешь такая ну если брать яблоки здесь надо более свежие яблоки теперь мне показалось но при этом солоноватая вот этого тема очень хорошо на контрасте возможно сыграла прям весь мне кажется шик данного именно напитка в том что контраст соленого сладкого а потом еще и горечи и терпкости и вот это все сыграло хорошо и на послевкусие такая легкая солоноватость уходящая в сладость вот опять таки это вот замечательно большой глоток прямо добавил по вкусе кому-то ты по звуку включил на полную ну классно классно очень даже мне понравилось 2 давай рейтинг раз уж да мы подошли к тому что понравилось естественно не буду скрывать второй представитель меня приглянулся ну в разы я бы даже сказал больше чем первый первый очень так знаешь очень слабо очень все на минималках вот сложно найти вообще какой-то вот такой ведущий что ли вектор вкуса какой-то за которую вкуса дерево ну дерево понимаешь это блин не то что хотелось бы наверное в напитке которым 12 лет все-таки на дерево можно найти и дешевом напитки раз на то пошло вот дерево я думаю это не проблем он щепок накидал в самогон вот тебе дерево вот так что к сожалению блин не хватило мне какой-то вот фишки наверное у этого напитка нет у меня ничего такого особенно а у 2 хороший контраст вот именно очень выраженный вкус хороший контраст хорошая знаешь сбалансированная такая вот получилось музыка некоторое перетекание вот и всего и всего это получилось композиция то есть не там сольняк дерево а именно композиция вкусов и на послевкусие тоже поинтереснее было гораздо а у того еще даже знаешь после вкусе прямо тонко-тонко и очень коротко есть до сих пор в принципе вот сейчас до сих пор фруктовая темка вот на чеках на языке я еще поэтому мне приглянулся гораздо представитель номер два могу с тобой согласиться представитель номер два это первое место представитель номер один да да абсолютно поменялись скажем так векторы просто казалось прямо вот вроде в аромате интересно на здесь прямо казалось насыщенно здесь прям вот не чувствуешь ничего на вкусе наоборот нашу так сказать викторина ну как это сказать я все-таки уверен что представитель номер два это все-таки у нас чивос а представитель номер один это хэнки беннистер мои впечатления таковы у меня вот тоже как-то так вот есть такие подозрения но ради интриги в оппозицию да попробуйте возразить и сказать что представитель номер два это хэнки беннистер и представитель номер один это чивос но тем самым мы создаем интригу как хорошо заклеил его ты был прав ну здесь было на все явно на самом деле ну давай вдруг здесь тоже будет чего-то будет прикольно так и ничего не написано это безымянный они но хэн это хэн три буквы на букву хэ хэн мы ну и так господа все таки растам оказался прав ну и мне в глубине души что-то подсказывало тем не менее так вот все таки хэнки беннистер мы не дотягивает он до двенашки за его цену 1600 рублей очень скупо все вот я не знаю зато за 07 сколько еще раз стоил 1600 мы его брали 1600 почти год ну да это было давно финны за 1600 опять таки есть одна солдар виски раз уж на то пошло и даже бленды пусть не 12-летний но однако гораздо более интересны на мой взгляд ну даже если вы не цените ли я не знаю скотчи там есть и неплохие ирландцы за эти деньги поэтому ну не знаю не знаю я считаю что за такие деньги такой напиток не стоит он даже этих денег примерно те же деньги но по акции за 05 чилоса ну и ладно ну стоит стоит ну понимаешь все познается сравнение то есть если сравнивать чилос возможно ну не знаю даже с трехлетним каким-то блендом например ну из того что я единственное люблю и практикую как говорится это вот то же самое white label durs durs white label ну да он сам допустим red label джони ну ты знаешь он тоже в принципе недалеко-то отстал на мой взгляд от того же самого дюреса а teachers teachers под настроение знаешь вот все-таки это напиток я считаю что он крутой очень крутой за свои деньги это все крутой напиток но блин не всегда он зайдет и не всем потому что когда значит мне для этого допустим ну вот рассказывали мои коллеги что teachers больно что это такое все его пить невозможно оказывается понимаешь почему потому что люди ждут чего-то сладенького чего-то приятненького вкусненького это абсолютно не тот бурбона ну да такого чтобы вот а тут по сути понимаешь тут вот так в рюмочку налить сладенький а здесь действительно другой характер другой вкус ну блин очень крутой солод в этом птичерс вообще просто за такие деньги это лучший солод мне кажется который можно найти ну получается у нас хэнки провалился окончательно и провалился не претендует на никакие до медали сендует но есть только на деревянную осталось выяснить выяснить кто займет какое место в тройке ну знаешь сейчас все таки вот самый интересный момент сейчас мы столкнем следующем нашем обзоре уже скажем наших победителей и это видео я думаю будет вполне себе конкурентом опять-таки в принципе конечно черный пешеход это я считаю что это марка это то есть бренд это все любят его и ценят но мне интересно дюрос принципе тоже если опять-таки он выиграл красного пешехода белый да но почему не может 12 лет не выиграть черного мало ли слепом тесте все уже мы все узнаем но вы господа чтобы не пропустить подпишитесь на канал поставьте лайк ударьте в колокольчик напишите в комментариях что вы об этом всем думаете и не бухайте занимайте спорт